Да, это беспилотник. Не троечный? Да нет, конечно. Дрон Камикадзе официально неизвестного происхождения атаковал российскую нефтебасу. НПЗ-шку бахнули. Что, роботы останавливали, нет? С началом полномасштабного вторжения Путина в Украину это уже третий случай, когда горят российские топливные резервуары. В апреле горел Брянск. Один из пожаров охватил резервуар с дизелем объемом в 10 тысяч кубометров. Также известно о пожаре на топливном складе Брянской воинской части. После этого горел Белгород. Это в 40 километрах от украинской границы. Известно о повреждении восьми резервуаров, которые вмещают по две тысячи кубометров дизеля каждый. Но пожары на российских нефтебазах стоит рассматривать не с точки зрения, например, неправильно брошенного окурка или безупречной работы спецслужб. Вдоль украинской границы десятки нефтеперерабатывающих объектов, которые могут продолжать снабжать российскую армию горючим. К примеру, атакованный дроном новошахтинский нефтеперерабатывающий завод является далеко не последним по стратегической важности для Кремля. И дело не только в том, что он находится в непосредственной близости к украинской границе. Где еще строить огромную нефтебазу, как не в семи километрах от границы. Именно отсюда, на протяжении восьми лет военной агрессии России против Украины, террористы так называемой ДНР получают российское топливо. Чтобы точнее, бензовозы на Донецк отправляются вот с этой точки. До прошлого года единственным нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области владели жена кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко вместе с женой еще одного народного депутата Украины, сратника Виктора Медведчука Натальей Лавренюк. Жены отписали свою собственность после разоблачения журналистов программы «Схемы». Ровно через 10 дней после публикации бенефициарами стали новые люди, также связанные с руководством российского Кремля. Через компанию «Петон Инвест» заводом владеют Андрей Гранкин и Игорь Мнушкин. Мнушкин известен тем, что его компания, российский гигант «Газпром», которым управляет товарищ Путина Андрей Миллер, использует для вывода миллиардов рублей из государственного бюджета. Результатом такой работы может быть, к примеру, вот этот домик, который визуально похож на дворец Путина в Геленджике. Вот только этот дом строился для главы «Газпрона». А вот Гранкин до работы в бизнесе работал заместителем начальника Московской Росгвардии. Последний год службы пришелся на 2017. Год известен масштабными протестами в Москве и не менее масштабными арестами людей после разоблачения многомиллиардного состояния давнего соратника Путина Дмитрия Медведева. Однополярному миру пришел конец. Сегодня вот эти два совсем не случайных персонажа являются владельцами огромного нефтеперерабатывающего завода, который находится возле украинской границы. После уже третьего пожара на российской нефтебазе удивляет показательное молчание российского Кремля. Будто ничего и не было. А как же заверение Путина о том, что атаки по России с воздуха невозможны как таковые? Чтобы никому не было обидно, но их, наши системы ПО щелкают, как орехи. Уничтожены десятки. Просто десятки. Орешки не орешки, но нефтебазы горят. Аэродромы горят. А российские крейсеры идут туда, куда должны идти все российские корабли. Евгений Куксин для телеканала Freedom. Редактор субтитров А.Семкин